К сожалению, ситуация сегодня по ковиду осложняется, и как в целом по стране, и так в целом по нашему региону. По информации Федерального Роспотребнадзора, рост по коронавирусу, показывает уже большинство регионов страны, их 67 вчера назвали, где сегодня уже Федеральный Центр внимательно изучает ситуацию с ковидом на этих территориях. Причем везде доминирует штамм дельта, который, как мы знаем, более агрессивный, более тяжелый, и по временным показателям уменьшается в два раза, если брать первые и вторые волны. В некоторых регионах уже ситуация близко критическая, и регионы вынуждены срочно вводить чрезвычайные меры. Вчера на совещании была представлена инфографика в разрезе регионов по различным аспектам пандемии. К сожалению, я так скажу, что Иркутская область в красной зоне по приросту числа заболевших, по количеству ковидных коек и продолжительности занятости этих ковидных коек. Также мы входим в желтую группу интегрального риска. Это означает, что нам уже стоит задуматься об усилении противоэпидемических мероприятий. Напоминаю, что все полномочия по введению ограничительных мер делегированы уже субъектом Российской Федерации. Регионам в желтой группе интегрального риска рекомендовано, первое, ограничить массовые мероприятия, снизить объемы плановой медицинской помощи, диспансеризации, а также организовать перевод резервных медицинских организаций, планируемых при профилировании во временной инфекционной госпитале. И в рамках уже режима повышенной готовности это должно быть утверждено приказами Минздрава. В очередной раз хочу сказать, что масштабы распространения коронавирусной инфекции связаны с соблюдением правил, который уже определил Роспотребнадзор, это наличие ношения масок, это правила личной гигиены, конечно, это социальная дистанция, но и постоянное проведение соответствующих мероприятий в местах массового пребывания людей, то есть проведение дезинфекции, все это должно быть. Мы получили большое количество масок, мы получили большой объем дезинфекции, я думаю, что сегодня коллеги, по крайней мере, не израсходуют вот это финансирование, а уже в рамках получения вот этих материальных ценностей нужно четко, правильно организовать эту работу.